всем привет ребята сегодня едем за турмалинами вот будет кратко вступительная речь значит я обычно когда еду за какими-то камнями устраиваю развернутый рассказ про допустим там про гранаты да вот когда за целоритом ездил или про танзаниты провожу небольшое сравнение цветов рассказываю что вообще из себя представляет этот камень насколько он ценный тут ситуация какая я начал так как я начал энциклопедию камней да я наверное лучше расскажу подробнее про турмалины вообще в энциклопедии это будет ни одна ни одно будет видео ни одна передача вот сейчас если я суда еще начну рассказывать но видео будет часа три поэтому давайте просто смотрим как их добывают что такое турмалин каких они бывают цветов вот насколько они дорогие дешевые выгодно инвестировать невыгодно и какие цвета модные это все будем энциклопедии смотреть то есть скажем так у меня уровень знаний постоянно растет и теперь уже в одночасовой или полутора часовой или даже двухчасовое видео все что я считаю нужным поместить невозможно вот вот такая проблема данная поездка она чем примечательно я регулярно прихожу на рынке драгоценных камней везде в вьетнаме на шиланке в танзании да на мадагаскаре я понимаю что на рынок выносят только всякий шлак третий сорт но то что не разобрали постоянные клиенты партнеры родственники да то что не ушло там куда-то бутики вот то есть всякую фигню поэтому совершенно ничего хорошего никогда не жду от рынков но там всегда можно получить какие-то слухи и вот как раз это тот самый замечательный случай когда пришел на рынок просто погулять видел какие-то незнакомого цвета турмалинчики не сказать что не прям офигенные были но просто нового месторождения интересно поговорил с человеком который продает он сказал что это новое месторождение она еще не узаконена не оформлена про него никто не знает естественно не будет тянуть время как можно дольше чтобы про него никто не узнал чтобы не платить налоги здесь танзании напоминаю безумно высокий налог по мнению местных 7.6 процентов вот это не русских налогов не видели но то не тянут рано или поздно кто-то узнает про это место ну на стучат или там кто-то кому-то расскажет не зная о том что он данный момент стучит туда приедут чиновники кого-то возможно даже арестуют или оштрафуют это место продадут с аукциона там появится хозяин и его нужно ведет порядок и возможно мы будем получать оттуда хороший материал в данный момент именно качество материала для нас не интересное но они сказали мне что они делали шурфы и то есть пробные такие ямы копали до что жила на длиной метров 200 ну это хорошая очень жива то есть она может дать неожиданно хорошего уровня материал поэтому я буду за ними следить сейчас я просто съездил снял как это выглядит тем более мы там взрывали породу такое мы еще не снимали никогда до порода снимал взрывал до этого принимал участие во взрывах породы я только в бирме и во вьетнаме но ни там ни там не снимал тогда еще поэтому вот впервые вы сидите там вот такое вот ну и собственно все поэтому смотрим развлекаемся я там как всегда снимал всякое разное еще по дороге и про турмалины будет потом отдельно материал который мы добыли там никакого интереса для нашего дела не представляет это просто развлечение поездка посмотреть как оно то есть на перспективу скажем так приятного просмотра доброе утро выезжаем на добычу турмалинов мы уже знаем что с собой брать саванну наш водитель приехал опять минут на 40 раньше кстати этот машина как она называется ну короче для бездорожья но маленькая и комфортная мы научены и горьким опытом купили куры гриль всякие фрукты закуски и вон это у них тут какая-то офигенская выпечка прямо сразу здесь пекут хлеб сейчас купим еще немножко выпечки мне нельзя на диете но я думаю что детишкам можно будет раздать едем мы по саванне тут как всегда красота никого нету и кто давно смотрит наверно узнаете это место это то самое озеро в котором розовая вода и люди которые пьют ее становятся слепыми примерно к 40 годам тут же возможно вы помните живет тот самый дедушка массой который слепой его жена просила нас привести виагры вот это нам час туда и получается налево а если мы повернем направо туда вот вот там их дом вот я думаю что это как один из вариантов этот район для того чтобы привести им воду да потому что здесь совсем засушлива но смотрите все пожухаю совершенно трава все совсем не очень говорят что в озере есть крокодилы и бегемоты но мы конечно проверять не будем то что тут совсем никого нету вокруг никаких рейджеров и если они нападут то помочь нам никто не сможет смотрите такой сухой саванну я еще никогда не видел прям все сухое совсем потому где чуть-чуть зелень есть но в основном все серые это не потому что я снимаю на 13 айфон нет я снимаю на 11 он светающий передает встретили массаев спросили когда был последний дождь масса оказались образованные они сказали что дождя не было внимание внимание с мая месяца с мая месяца не было дождей совсем конечно тут уже больше знаете похоже не на саванну она игр fallout да пост ядерная стратегия что-нибудь такое как интересно люди в деревнях сейчас выживают где берут воду мне до конца не понятно мы продолжаем с вами движение уже 5 час мы едем тут во первых красивые горы именно сочетание саванна и горы до довольно интересно выглядит во вторых тут у нас бал баб я читал что это с какого-то из африканских языков переводится как отец леса или отец деревьев но такая засуха да то есть получается с мая не было дождей и при этом смотрите он цветет это конечно довольно странно бал бабы они очень долго живут и вырастают очень большими то есть этот он такой массивный он поперечники наверное где-то метров пять-шесть и почему они все еще здесь присутствуют и все не вырубили он еще много цветов потому что у них очень полистая и водянистая древесина она не годится ни на что то есть ни на дрова ни на строительство поэтому их никто не трогает у нас тут остановочка по пути заехали мы прикупить взрывчатки вот та самая гора красивая и тут прикольные всякие машинки сейчас мы о зачем столько туалетов интересно дровишки сейчас по взрывчатки прикупим и поедем делать бабах вот смотрите красивое дерево красивое дерево красиво цветет и детишки играют все прям как моем детстве hello how are you а вы хотите печенек а у меня есть печеньки сейчас сам дам сейчас достанем печеньки пожалуйста угощайтесь детишки только мне кому тоже дайте я не понимаю что ты лопочешь мальчонка давай открою фунгу я не знаю что это означает но кстати дети не выглядят голодными совершенно вообще никак тебе на тоже я бы не сказал что они при виде еды при проявляет какой-то адское рвение и прям это беспредельный интерес мне кажется больше я у них интерес вызываю ну то что они грязные блин ну я в деревне когда игрался я выглядел ну не прям так же таких дырок на штанах у меня не было но не намного чище выглядел как те зовут это тоже забирайте отдайте другим тети стесняются когда я снимаю не прям так сразу отворачиваются ну как норм вкусно что-то какой-то жирненький ты же голодать должен и что-то ты как-то ешь не особо прям усердия не вижу никакого ты не проявляешь ну вот а нам рассказывают голодаете все на щеки у тебя откуда такие у голодающего ну ладно нам он даже это утка пришла селезень прям как у меня в деревне такие тоже были тоже интересуется жрачкой и лимзунгу ему интересен едем дальше прикупили немножко сосисок и шнурочка мы всего три штучки взяли на у нас нет цели взрывать всю вору полностью да нам нужно чуть посмотреть какой-то материал вот поэтому я думаю что 3 должно хватить фоне короче встречаем по дороге вот в этой засушливости массаев и они как правило убегают вот как сейчас например одну бутылку воды взял остальное побоялся брать и там постарше туда убежал этот он попер от нас значит мы такие страшные вообще все сухое все встречаем ну как человек 6 мы встретили по дороге и они пасут скот я не понимаю что тут скот ест что тут могут есть коровы например те ребята настолько испугались что убежали бросили ослов с водой ослы как раз воду несут на их нигде нету но скорее всего они убежали за горизонт как все масса это делают но ослы знают дорогу даже не остановились принципе идут дальше буму ехали мы ехали наконец-то приехали последние нацать километров ехали прям по тропинкам вообще то есть машинка пригодилась я сначала сказал водителю нафига и типа взял вот вот таким тропинкам прям ездили ну блин красиво и конечно полное отсутствие вообще каких-либо намеков на влагу прям поражает то есть масса и выживальщики вообще экстра класса потому что раньше я был здесь все таки как-то позеленее все было да люди которые умудряются жить в такой вот местности при этом еще плодятся в нереальных масштабах и у них там и коровы и козы и кого только нету конечно достойно уважения умение выживать вот тут вот чуть-чуть зеленого видимо не знаю почему или поливают или вода есть под землей вот какой у нас план действий сейчас спустимся вниз просверлим или проколотим вручную дырки для взрывчатки она взорвем это скорее всего местный сторож тереалкоголик как это часто бывает взорвем потратиться ждем когда сядет пыль и выветрится у нас этот от пороха газы д чтобы не отравиться и спустимся посмотрим что там есть вот ребята тут живут это не масса это банта живут без воды поэтому вещи у них не стиранные сами они тоже грязные но а как по-другому есть у тебя в принципе воды нет эмануэль гибзом вот а надо им пару боков отгрузить вид очень красивый дальше бесконечная саванна так вот выглядит так у нас это турмалиновая шахта при которой никто не знает но тут чуть-чуть укрепили камнем но без раствора без них рена вообще каш техники безопасности никакой в глубину она 70 метров вот это нора вот я сейчас посмотрю там поначалу как чё если там о там смерть полевой смотрите офигеть красиво посмотрю чё как если будет выглядеть опасно мне конечно не полез туда ну нафиг да там завалило тут кварцевая порода вы мне каждый день присылаете кварца спрашиваете константин что это мы нашли это алмазы или что это сколько она может стоить вот тут все этих алмазах вообще все он ведь и блестит не знаю блестит не блестит на камеру на глаз блестит все в этих кварцах вот он ничего не стоит ребят совсем вайт к кварц красивыми рутилами включениями с рутилом добывается звездой бывает с эффектом кошачьего глаза но он еще что-то стоит а вот это вообще он бесплатный мы его выбросим ну все сейчас пойдем посмотрим что там вот мы лезем уже наверное сколько метров 30 мы пролезли это мы лезем просто вниз вот так вот туда вот то есть это у нас вниз никакой техники безопасности здесь камни просто вот так навалены они надо мной смеются естественно вот физически тяжело ну конечно понимаю насколько это опасно поэтому я сейчас еще немного пролезу и наверное если там будет дальше также просто вниз время я полезу вверх пусть сами взрывает вытаскивать наверх то что подберут мне кажется в данном случае риск как бы это он не стоит того так но пока тут лес смешно по их версии они уже проконопатили кувалдой здесь порода не очень твердая то есть она такая кварцевая да вот они кувалдой зубьем пробили дырки установили взрывчатку получается вот наши раз два три и четыре у них еще своя была одна три мы купили да вот и сейчас мы это все рванем 70 метров мы вниз пролезли тяжеловато но я учел ошибки тогда помните когда с танзанитом у меня были я попил много воды поэтому если чувствую прямо отлично вообще и вон ду и вон путь моду сори ду и вон путь моду здесь enough короче по английски никто не понимает но вот окей все сейчас слезем обратно окей вылезли почти на самый верх у блин ну это важнее чем играть на компе чем так раз в десять примерно сейчас они там разматывают провод за пару поворотов зайдут судя по внешнему виду сам матерый подрывник вот такого добра полно можно в аквариум рыбкам насыпать ничего интересного ничего интересного совсем говорю пить хочется голос пропал он сказал две минуты и тут же взорвалась сразу из пол секунды ну вот все ждем когда сядет пыль и идем смотреть а я может быть и не идем не знаю 70 метров лезть еще раз нечет не очень хочется так пока мы ждем пока пыли сядет я предложил срочно покушать сейчас мы этим займемся тут у них дом построенным маслядском стиле из говна и палок а тут у нас и курочки гриль сейчас мы с ними расправимся думал пока пыль оседает и выветривается газ посплю чуть-чуть машине но чё-то слишком много кофе было выпито утром решил посмотреть вокруг на местное ничего и прям реально вот кто fallout играет поймет меня да пустоши слышите пустоши мохаве прям вот она если вы понимаете о чем я ничего нету никого нету птички поют там он там где-то в кустах колокольчик козочка заблудилась она потерялась отстала от массаев своих и если не найдут то вечером ее съедят львы или гиены вот поели мы сели все три курицы гриль все булочки смотрю на камни идет что ли на голос вот я там два момента подметил первое я стал кости бросать просто в кусты ребята такие не 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 почему будет ну вы тут ночью легиены будут или львы а у нас огнестрела никакого нету вот потом я поел хотел взять телефон в руки сигнала здесь нет электричество тоже вот ну взял на автомате у меня в ногах лежала бутылка с водой я немножко вылил воды на руки помыл руки вот чувствую что-то изменилось понял что все перестали разговаривать совсем поднимаю голову они сидят все перестали жевать смотрят меня типа что это сейчас было вот но хорошо что немного воды вылил то могли бы на ней побить что-то как фильмах ужасов я когда иду туда туда до колокольчик зайдет за мной я иду сюда к нему он удаляется в ту сторону какая-то шаманская замануха какие монстры заманиваю знаете какие с рыбу удильщик у который на языке там это светящийся комочек а здесь какой-то монстр с колокольчиком от козочки он еще и мимекает козочка но это вы знаете да это термитники мы такое уже проходили еще в таиланде когда-то минут 30 уже наблюдаю за козами и так не смог понять чего они едят они ходят постоянно пускают в голову свою в пыль и в пыли что-то подбирают вот еще я видел что несколько раз они ели сухие листья с земли вот и какие-то палочки отламывали но это реально очень странно причем там есть беременная коза вот как раз она да там есть козленок их тут несколько штук и еще прикол в том что козы вышли из буша и как бы ходят тут рядом с нашим лагерем старательским а хозяина нету почему потому что хозяин маленький мальчик масайский увидел нас решил что лучше не выходить лучше посидеть там в кустах до вечера или убежать за горизонт мало ли чё с ним страшный зумгу и не масаи черные могут сделать непонятно вот козленок вот что они тут могут есть вообще ничего нет съедобного ну на мой взгляд да они учат там пытаются собирать может они просто ходят нюхают землю но он вон тот палочка пытается сухую съесть матерые козы конечно у нас тут дело уже к вечеру дым рассеялся пыль осела ребята вынимают породу вот местные показали говорят смотри вот вот он потерял вот видите зелененькая чуть-чуть да вот это турмалин вот он но это конечно не то что нам нужно и плохого качества но вот в чем ситуация он сказал что вот видишь такая гладкая плотная порода и вот она тоже вот она прям блестит да видите вот вот говорит что мы идем именно за ней вот куда это жила вот этой породы поворачивает мы за ней идем и взрываем только вот она вот взрываем только туда в ту сторону вот где она да все остальное нас не интересует почему потому что турмалин находится и минуту именно вот в этой плотной блестящей гладкой породе что это такое я не знаю но скорее всего какая-то разновидность кварца я думаю так моя любимая часть балета выбираем вынесли часть мешков смотрим что есть но пока ничего интересного нету мелочь всякой осколочки хороших кристалликов пока нету темно-зеленый как я на рынке видел но на телефоне сейчас уже вечером как черным вообще он темно-зеленый ну и такие совсем мелкие негодные так сейчас я тоже пару мешков приберу и посмотрим что еще будет итак у нас тут уже темнеет мы перебрали два мешочка нашли вот такие кусочки осколочки не ювелирного качества вот но там после взрыва около 30 40 мешков а мы только два перебрали да вот завтра они будут все перебирать я не хочу оставаться на завтра и нам уже нужно ехать потому что сейчас будет темнеть и в саванне остаться на ночь в темноте например с проколотым колесом что-то не очень хочется поэтому едем собственно понятно что турмалины здесь есть и в приличном количестве понятно что хорошие бывают редко как и везде и всегда да вот но цвет здесь только зеленый я сказал что если будут красивые темно-зеленые или черно-зеленые кристаллы ну зеленые выходящие в черные да мне об этом сообщить вот собственно так выглядит добыча турмалинов коренная так называемая которая в породе есть еще раз сыпная на нее надо будет тоже сгонять мы тут приехали рядом деревеньку поменять колесо запаску поставить пробили нас догнал парень с добычи вот нашли из того что сегодня взрывали и он хочет мне подарить но я к сожалению вынужден отказаться потому что это получается как бы добыча нелегальная по сути это преступление да мне это не нужно но вообще приятно конечно и цвет неплохой прям почти изумрудные сохранить он даже возможно будет там желтоватеньким с таким интересным но ждем когда ее выкупят легализуют тогда посмотрим что там хорошего будет